Всем привет друзья, вы на канале Flash Games. Сегодня мы будем играть в драфт игроками, представляющими одну нацию. А этой нацией, как вы догадались, сегодня будет сборная Испании. Это моя любимая сборная, я болею за неё с 2010 года, получается уже 10 лет прошло. Помню тот самый мундиаль 2010 года, проходивший в Южной Африке, где Давид Вилья просто выносил всех в плей-офф. В общем, этой великой сборной сегодня будет посвящён выпуск и попытаемся сделать практически невозможное. Я вообще не могу ни с одной командой, лучшими игроками премьер-лиги не могу выиграть четвёртый турнир уже сколько дней, больше недели, наверное. А тут приду и с испанцами как разнесу всех, но это маловероятно, я думаю. Матчи группового этапа у нас не считаются, я их уже прошёл специально для этого выпуска. Не забудьте, друзья, подписаться на мой канал, а также поставить лайк, ну а мы начинаем. Играть в первом матче этого турнира мы будем против РБ Лейпциг, который был как раз с нами вместе в группе. Конечно, это очень такой неприятный момент и хотелось бы побыстрее такой пофиксить, чтобы не попадаться с теми же командами, с которыми ты играл в группе. Став собран, не так-то и легко собрать испанцев в одном драфте. Дальше вот такие у нас замены. Игроков замены, я думаю, лучше не использовать, потому что, ну короче, ни одного испанца тоже у меня на заменке нет. Начинается матч. Сразу мы в атаке. Муниоин что-то создаёт, но Хаакин. Пенальти в наши ворота. Отличное начало, блин. И тем более мы играем у себя дома. Вот это очень плохо. Альберто травма. Прекрасно. Красавчик. Молодец просто. Оливер Торрес момент создаёт для Морено какого-то там. Ладно, не забиваем опять. Маркано. Опять травма что ли? Да сколько травм. Это у них два игрока за одну минуту травмировались. Ещё один момент у наших ворот. 0-2 это уже приговор. А, Альберто Морено оказывается. Я думаю, кто это такой вообще? Петер Гулача ничего не хочет сегодня пропускать. Альберто там что-то получают постоянно. Жёлтые карточки надеяли уже. Защита. Ага, ну, пейс у этого чувака очень крутой. Поэтому сделаем пас. Да, вот. Пейс-пас. Fantastic Defending. Хорошо. У нас момент. Это кто это? Мкунко. И пробиваем вправо вниз. Блин, нет. Гулачи. Ну, вероятно, всего лишь 33%. Поэтому тяжело было здесь отличиться. Ещё один момент. У кого же? Блин. Просто так момент отдал, короче, соперниками. 0-2. Нет. Повезло Маркано. Чудо просто творит. Бернат. Лучший форвард планеты. Но Гулачи опять у нас совершает сейв. Альберто. Ещё один момент. Хорошо. 1-1. Оливер Торрес забивает гол. Ещё один момент. Да, 2-1. Отлично. Вот так вот перевернули. Блин, нет. Блин. 2-2 счёт. 2-1. Это и так плохой счёт. 2-2. Это просто, ну, ладно. Хотя бы два гола смогли забить. Опять без форварда будем играть. На этот раз Родри у нас будет играть позицию центр форварда. Вот такие вот игроки с заменой. Ещё три испанца у меня есть. Но все три они в резерве. Всё равно я замены не делаю. Напоминаю, 2-2 был сыгран первый матч. Это у нас гостевой матч получается. И сразу мы выходим вперёд. Отлично. Забить второй. И уже будет намного легче. Дефенд. Цоп это лаймер. 100%. Один из бестов FIFA 21. Потому что имеет, блин, охеренную скорость для Цопа. Ещё одна атака у нас. Блин. Опять лохнуться. Опять Альберто. Опять Альберт. Опять он хуй. Блин. За что он тогда получил рейтинг 85? У него всё слабее. О, нет. Кампель. Блин. При таком счёте мы уже уступаем. Надо срочно забивать второй гол. Варф что-то хорошо. Хоть что-то не пропустили. 10 минут всего лишь играть. Силва, пожалуйста, сделай что-нибудь. Красавчик. Голевой пас сделал Сильва. Есть. Мы побеждаем, друзья. Просто невероятный четвертьфинал у нас получается. И давайте посмотрим, с кем мы будем играть дальше. Это всё понятно. Боруссия-Дортмунд. Одна немецкая команда. Пройдена. Теперь очередь второй. Во втором полуфинале у нас Порту-Атлетико. Вот бы Вулвархэмптон или Порту мне в соперники. Было бы лучше, по-моему. Первый раз за сегодняшний выпуск у нас будет играть центральный нападающий в нашем составе. Это Яго Аспас. Позиция полузащитников у меня так и не укомплектовалась до конца. Бернат будет у нас здесь. Рейтинг всего лишь получился 84. Очень это настораживает, учитывая тот факт, что мы играем с Боруссией Дортмунд. Начинается у нас матч. Единственное, что здесь хорошо, это то, что мы играем в гостях. Блин. Сразу могли отличиться, но не повезло. Желтая карточка Аспасо. Атака. Что же здесь? Блин, Веска. Кто это вообще такой? Вицеля, наверное, только Пейс слабоватый. Берем. Блин. Пейс как раз у него и охренний. Дефент слабый у Вицеля. Он же опорник. Ройс. Ну, это гол, скорее всего. 1-0. Санчо ему ассистирует. Тиаго. Создает момент. Красавчик. Вот, кого нам не хватало. Аспаса. Тиаго, кстати, тоже первый раз у нас играет. 2-1 в гостях. 1-2. Это же уже нормальный счет. Если третий забьем, это Бранд. И шанс 50% куда ударить. Есть. Хорошо. Я хотел вверх ударить. Самый последний момент ударил. Нажал, точнее, вниз. Лежа на диване. Что можно ударить? 1-4. Что творят пацаны? Просто красавчики. 84 рейтинг. Травма. Хотел нажать на замены. Но потом понял, что я их не использую. Блин, момент за моментом. Что происходит? Ну, забейте уже пятый. Успокойся, бюрки. Очень эмоциональный матч у нас получается. Не пропустить бы пас. Я думаю, у Серджи Роберта хорошо. Очень сильно я сомневался в нем. Я думал, все-таки у Берната. Еще один момент. И хорошо, повезло. Везет. Очень сильно везет в этом матче. И 1-4. Мы просто разносим Дортмунд. Опять будем играть без центр-форварда. На этот раз Серджи Роберта у нас здесь будет. Кстати, Бернат у нас, по-моему, во всех составах присутствует. Ну, как и Рамос, конечно. Вот так вот уверенно просто начинаем матч. Зная, что мы в гостях просто уничтожили желто-черных. Да, вот так скажем. Кастельехос. Пенальти. Будем считать, что так издевательски. Робонай оформил Паненко и забил гол. 1-0. Ну, здесь уже я не знаю, что спасет Дортмунд. Только 4 мяча. Пике. И то не дает забить. Так, Санчо. Желтая карточка. Уже не выдерживает нервы у молодого Герейро. Холланд вообще просто ушел с поля. Говорит, как против них играть. И просто соскочил с поля. То же самое и за годом. Но не знаю, что здесь больше. По-моему, ударный. А, нет. Блин. ЦЗшник. Блин, пищик же стал ЦЗшником. Ладно, ничего страшного. Дортмунд что-то там создает. Но Пике. Ну, невозможно его пройти. Ну, поймите правильно. Ну, как Пике вообще пройти в этом матче? Бранд опять пытается что-то создать. Прошел Пике, да. Но он забыл, что на воротах Серхо Асенхо. Шульц уходит с поля. Так, ну. Ну, это случайно там. Как-то случайно получилось. Ничего страшного. Дальше мы создаем момент. Рубен Алькараз. Кто это, блин? Ну, как узнаем? А, Ройс. Да. ПС-80. Сразу я это понял. Сергей Рамос головой вколачивает мяч в сетку ворот. Романа Бюрки. 2-1. И все. Уверенно проходим Дортмунд. В соперниках у нас будет, кто бы мог подумать, Порту. И запомните, друзья, я никогда не выходил в финал этого турнира. Если я сейчас прохожу Порту, то это будет мой собственный рекорд. А если выиграю, то вообще рекорд в квадрате. Иногда не бывает ни одного. А сейчас у нас целых два форварда в лице Родриго и того же Аспаса. Мы помним, как Аспас унижал в гостях Дортмунд. Так, это же у нас еще и челлендж Берната. Давайте, кстати, его поставим на позицию цепешника. Ничего мы не теряем. Ни сыгранности, ни в рейтинге. Это нехорошо, что мы играем у себя дома. Но ничего страшного. Порту не самый сильный из соперников, которые могли доставить... Достаться, точнее, нам в полуфинале. Родриго, кстати, пенальти, по-моему, не забивает. Ну, Пейс точно не лучший из этих, да. Блин, что я сделал? Пейс как раз-таки был лучше, чем Пейс у Пепе. Да, ладно, лоханулся жестко. Хесус Корона, почти 0-1. Ладно, пронесло. Мы, кстати, забить не можем. Аспас, проснись уже, где ты вообще? Еще одна атака. Паснул Ярсабаля, конечно. Полузащитник все-таки. Блин, 25%. Ну, как я должен был попасть? Ну, это практически нереально. Марчестина пробить сегодня не удается. 75-я минута. Еще один момент. Ярсабаль. Хорошо. Ну, 1-0. Это очень слабо, конечно, у себя дома. Намного лучше 2-0. Если бы сейчас забил, было бы очень четко. Так, ну, кто это у нас? Альба. Пейс. Сразу понял по скорости. Опять у нас маленький шанс. И опять я не попадаю. 1-0. Ну, блин, ну, очень слабо. Ну, хоть что-то. Видимо, конкуренция в атаке с Родриго помешала у нас Яго Аспасу продемонстрировать голевую феерию. Вот, все для тебя. На этот раз Альберто будет делать все, чтобы ты забил побольше. Гостевой матч против Порту. Я думаю, это будет самый сложный матч. Хаакин и Коке момент создают. Но там же Марчесин стоит. Вы что, забыли, ребята? Парехо, центральный защитник наш. Хорошо. Центральный защитник забивает очень важный гол. Повезло, что сразу не пропустили. Опять момент. Блин, 1-1. Но если даже они второй забьют, все равно мы пройдем дальше. Поэтому один мяч нам нужно было точно забить. Второй, если забьем, будет очень легко пройти. Португальцев, Суарес. Просто, блин, 2-1. Урибе, 1-3. Да. Что происходит? Какие-то ноунеймы забивают. Кто такой вообще этот Урибе? Неужели проиграем? Тиагу, пожалуйста, Аспас, создайте. Блин. Еще один момент. Аспас проходит защитник. Да, Перейра, ты же уже в ПСЖ играешь. Что ты вообще здесь делаешь? Блин. Какой позор. Просто мы проиграли в финале. Кто у нас здесь был? Лацо. Прикиньте, Лацо в финале. Они смогли пройти ПСЖ. Блин. Такой легкий турнир. Я в шоке просто. Да, конечно, очень сильно обидно. Но что поделаешь. Испанцы дошли у нас до полуфинала. Посмотрим, куда дойдут следующие игроки. Какую нацию они будут представлять. Можете написать в комментариях. Но я больше склоняюсь либо к бразильцам, либо к французам. А на этом, друзья, выпуск подходит к концу. Можете написать в комментариях, как вам вообще такой формат. Ролик был длинный. Обычно у меня бывают очень короткие видео. Было ли вам вообще интересно смотреть его на протяжении всего ролика? Спасибо огромное за просмотр. Не забудьте подписаться на мой канал, а также поставить лайк. Ну а с вами был я, Flash Games. Всем всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok